Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, следим за событиями, которые происходят вокруг городского округа Люберцы и в самом городском округе, далеко за его пределами. По-прежнему, главная тема – это проблемы с COVID-19. И вот в начале июня Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что в России ситуация с COVID-инфекцией стабилизировалась. Это вот такое медицинское выражение. Это не означает, что мы все, что называется, победили, но, тем не менее, вроде бы как ситуация улучшается. Но это медицинские цифры. Это те цифры, которыми занимаются особо подготовленные люди. И, конечно, мы хотим услышать в какой-нибудь из них, что все закончилось и инфекция исчезла навсегда. Но, судя по всему, такого не будет. Другое дело, что мы надеемся, что рано или поздно мы сможем с ней сотрудничать, я бы так сказал, чтобы она нам точно не мешала и превратилась в обычную традиционную вирусную инфекцию, которой каждый человек может переболеть, но слегка. Сегодня же мы поговорим о другом, о социальной составляющей того, что происходило и того, что, возможно, произойдет. У нас в студии Алла Шеляпина, антикризисный социальный менеджер. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Мы уже с вами встречались в самом таком, ну, практически в пике этой истории, когда все сидели по квартирам, и только мы, благодаря тому, что мы работаем, выбрались сюда в студию, потому что у нас все необходимые условия выполняются. Это был пик, это была сложная ситуация. Поначалу я прекрасно помню, как люди обрадовались. Боже мой, это же можно стать, когда хочешь. Это же можно наготовить всего чего угодно со своими родными и близкими. И потом многие поняли, что уже через неделю не отпуска, а не рабочих дней, что мы теперь понимаем разницу, совсем другие ощущения. Я уж не говорю про совсем негативные истории, но сейчас начинается следующий этап, некая новая, простите, социализация. Мы долго привыкали к онлайну, а теперь, например, я даже слышу голоса некоторых самых разных людей, самых разных профессий, что да как-то уже в оффлайн, уже как-то мы привыкли, мы будем скучать по онлайну. Это что, какая-то зависимость уже такая? Нет, мы же говорили в прошлый раз, и не устою повторять, что у нас сформировалась определенная привычка к другому типу общения, к другому типу жизнедеятельности. И нам уже даже хорошо где-то. Мы привыкли, нам хорошо, мы сидим дома, мы работаем, мы адаптировались, мы не тратим время на очень большое время, да, на доезд до работы и потом обратно. Я в метро уже давно не был. Да, да, да. И очень много моих знакомых и коллег из разных сфер бизнеса, в том числе, люди оставляют своих сотрудников на удаленке до сентября, вне зависимости от того, победим мы ковид к этому времени, не победим, выпустят нас, не выпустят, в силу того, что просто так удобнее, так комфортнее, они уже выстроили новые бизнес-схемы, которые адаптированы под сотрудников удаленки, и банки, и магазины, и оптовые фирмы какие-то, и тем более рестораны, кафе и так далее. Поэтому как-то люди адаптировались, бизнес адаптировался, но в то же время я хочу отметить, что все-таки, несмотря ни на что, у нас остается три тенденции изменений социальных отношений в связи с опытом, полученным в пандемию. Первое – это как раз нахождение в онлайн и привычка нахождения в онлайн. То есть то, что новое, привнесенное в нашу жизнь. Привнесенное, да, привнесенное. Второе – это изменение социальных отношений в качестве социального капитала. То, что называется выработка социального доверия человек-человек, человек-человеку, человека к социальной группе и человека к общественным и государственным институтам. Ну, когда появляется уже то недоверие сначала, что, помните, было очень много больных, все переполнено, да, слухи. Потом сейчас, когда вроде бы говорят, что ситуация улучшилась, и, как мы видим, уже всемирная анализация здравоохранения на это намекает, то другая, да, а, вот они все там что-то скрывают и так далее. То есть как человеку не скажи, ему очень трудно поверить, да, ему хочется, даже где-то вот, может быть, психологически хочется, чтобы было хуже, чем есть на самом деле. Не знаю, почему так, но иногда слышится вот это вот в этих слухах, прослеживается. И третье? И третье – это изменения, как ни странно, в градостроительной политике. Надеюсь, что у нас изменится подход к градостроительной политике в структуре изменения городов в плане важности шаговой доступности объектов, и в плане важности, с одной стороны, а с другой стороны, в важности формирования новых подходов к общественным пространствам. Есть четкое ощущение, что нас жизнь заставила, мы привыкли, и теперь даже какие-то, ну, положительные моменты есть. И прекрасно понимаю, что человек так устроен, что если его, ну, такое слово не очень хорошее, попытаюсь применить, подсаживаешься, если его на что-то, то ему уже трудно с этого соскочить, потому что удобство. Опять же, удобство, да, привычка, удобство – это играет очень хорошее. Итак, привычка в онлайн. Я тут могу объяснить эту ситуацию с точки зрения всё-таки антикризисного менеджера, который видит риски будущие, да, и старается их предотвратить. Здесь я вижу два основных аспекта онлайна нашего. Первый аспект – это, конечно, наши социальные сети. Наши социальные сети и привычка жить в виртуальном мире отличном от оффлайна формируют наши неврозы. Так как мы почти два месяца жили в онлайне, в большинстве случаев мы, конечно, и я, и вы, и, я надеюсь, все большинство наших коллег и друзей, они следили за сообщениями о своих друзьях именно в социальных сетях. Но как формируются социальные сети? Кто там нас лайкает и какие мы там сами? Мы прекрасно понимаем, что в социальных сетях мы представляем себя лучшими копиями себя. Мы там не такие, как в жизни. Мы там можем поштрифовать, поштрифовать, как-то сгладить наши акценты, да, какие-то выставить себя лучше, чем есть на самом деле. То есть социальная аватарка наша, социальная сеть – это лучшая копия нас. – Приукрашенная. – Приукрашенная, безусловно. И дальше что мы делаем? Как мы подбираем нашу ленту? И вы, и я, я думаю, что мы примерно действуем все одинаково. Мы формируем нашу ленту с теми друзьями и с теми френдами, да, которые нас поддерживают, которые нас лайкают, которые нас что-то нам пишут, приятные комменты. – И они же формируют в итоге… – И они же формируют внешнюю нашу социальную сеть, да, внешнюю нашу систему общения. И вот нахождение в позитивном, постоянно поддерживающем тебя общении – приятно, безусловно, комфортно. Да, но что это даёт? Это убирает, по словам нашего великого физиолога и психолога Алексея Ухтомского, того самого заслуженного собеседника, который формирует наше «я». понятие «акцепт другого» с большой буквы «другой», да, как антитезу «я», через которого мы осознаём себя, формируем себя как личность, понимаем себя, наши чувства, эмоции и формируем свою какую-то индивидуальность через общение с другим «я» противоположным, не таким, как «я» сам. И вот отсутствие этого «другого я», отсутствие заслуженного собеседника, который тебе достойно может аргументированно противостоять в спорах, в коммуникациях, с которым вы, с которым тебе не нужно договариваться, ты можешь его просто забанить. Того, кто тебе не понравился, ты забаниваешь, убираешь, и всё, его нет. И вот те наши френды, которые нас лайкают, и которые у нас в ленте, в нашей, они создают иллюзию счастья, самоподдержки, какого-то позитива и той самой ненавидимой мною всеми фибровой души концепта любви к себе, который почему-то со времён Аристотеля превратился из... У Аристотеля это была забота о себе. У Мишеля Фуко это было ещё XX век, это была забота о себе. Это совершенно другое. По Мишелю Фуко забота о себе – это разыскание и сказывание о себе правды. Даже в формате одной и той же социальной сети можно создавать несколько своих лент. То есть есть уже потребность. Как ты понимаешь, что вот эта внешняя история – это как будто бы ты всё время во фраке выходишь и что-то говоришь, ну, как на концерте, да, выступаешь. Ты всё время на виду и лучше. На виду ты лучше, ты не можешь там, грубо говоря, в семейных трусах ловить рыбу, а если вдруг это происходит, то это такой, ну, прям как флешмоб, очень редко. Надо для того, чтобы как-то... Вот об этом я сейчас тоже скажу. И вот мне кажется, что возможно появление второго, третьего некого направления, где творческая твоя лента, где ты выкладываешь только там, например, песни, стихи и ещё что-то. Третий вариант – где ты выкладываешь свои хобби. Вот. И, кстати, ещё же обратите внимание. Был период, когда все прятались за никами, потому что ещё с советских времён было ощущение, что за тобой следят, как будто сейчас не следят. Глава большого брата следит за тобой, да. Потом вдруг пришло время, когда все не только в имя, ойство, школа, воинская часть, где служил и так далее, потому что хочется сказать «я, я, 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 я». Вот сейчас, наверное, как один из вариантов, это симбиоз, чтобы показать, что ты не только в Афраке бываешь, ты бываешь в некоторых других состояниях. Вот здесь два аспекта очень важных. Дело в том, что у каждого из нас, как правило, не одна социальная сеть, да, а несколько. Да. Несколько. И социологи наши, исследовав эти социальные сети, определили, что в каждой из них мы преподносим себя по-разному. Это уже происходит. Это уже происходит невольно. Мы выбрали это интуитивно. Ну и сами сети предлагают, что здесь мы такие, здесь такие. Конечно. Там есть у нас фотографии, здесь у нас какие-то наши мысли, здесь у нас короткие твиты, здесь у нас что-то другое. Но всё равно это нецельный образ. Это нецельный образ. Мы раздвоя... Это, извините, шизофрения вообще-то называется в психиатрии. Даже раз четверяемся. Это называется шизофрения, когда мы в разных ипостасях находимся одновременно в разных контекстах. И потом собрать эту личность воедино нам будет очень сложно, поверьте. И именно по этому поводу сейчас всё больше людей обращается именно к психологам и к психотерапевтам. Соберите мою личность вновь. Какой же я на самом деле? Нужно контролировать своё сознание для того, чтобы понимать, что в оффлайне ты в жизни, ты один, и у тебя есть недостатки. Ты живой человек. Ты имеешь право ошибаться, ты имеешь право быть другим, ты имеешь право быть злым, уставшим, раздражительным. Грустным. Грустным, да. Ты не витрина, а магазин, на котором всегда всё застывшее, манекены с улыбками, всегда в самом лучшем одеянии. Это первое. И второе – всё-таки иметь в виду, что соцсети – это только часть тебя. Часть. Вполне возможно, даже не очень большая. Вполне возможно, что даже небольшая часть тебя. И третье – это то самое privacy, о котором вы говорили, с удочкой в трусах. Это очень важный аспект. Поэтому я не могу о нём здесь не сказать, буквально два слова. У нас с тем, что мы находимся в онлайне, уходит в принципе понятие privacy, то, что в английском языке называется, а у нас называется приватность, личные границы, интимность. Мы должны каждую минуту понимать, что любой наш телефонный разговор, любой наш смс, любой наш ватсап-сообщение, и я в любой момент времени, даже сейчас, кто-то, возможно, меня снимает и выкладывает в прямой эфир. Я своим задним умом должна понимать, что в любой момент это всё может быть выложено в эфир, выложено на всеобщее обозрение, как это всё будет прокомментировано, в каком контексте это будет выложено. Очень сложно. Это называется, будь в пола песни, «Не спрятаться, не скрыться». Вот сейчас мы делаем небольшую паузу, а потом возвращаемся в студию в программу «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии антикризисный социальный менеджер Алла Шеляпина. Мы говорим, мне кажется, даже приятная сама тема вот этого постепенного выхода из онлайн. Это означает, что жизнь налаживается очень медленно, очень не торопясь, не забывая, конечно же, соблюдать все те рекомендации, которые нам дают, потому что, кстати, говоря же, Алла, о вот этом психологическом даже контексте, я помню, что в первые дни, когда разрешили ходить по улицам по пропуску, люди, завидев другого человека, идущего ещё метрах в десяти, переходили через дорогу, специально шли на светофор, чтобы перейти, чтобы не столкнуться. То есть психологически было... Любой человек... То есть насколько мы социальное существо, но при этом, когда нам говорят, что другой опасен, а опасен как? Неважно, мужчина, женщина, ребёнок, пожилой человек. Все стали опасными. И сразу срабатывает у тебя история. Потом наступает другой момент, когда кто-то не выдерживает терпения, он машет рукой и говорит... Ну и если вот... Все под Богом ходим. Поэтому мы переходим ко второй части нашей истории, вот этого, на мой взгляд, всё равно приятного обсуждения выхода из ситуации. Всё-таки социальные отношения действительно меняются. Меняется отношение между людьми. А внутри семьи это одна история, там они просто, может быть, претерпели какие-то изменения. Какую-то трансформацию. Кстати, у кого-то не только в худшую сторону. Помните, нам рассказывали, что там не выдерживают друг друга, а кого-то, наоборот, в лучшую. Люди узнали друг друга лучше, потому что провели время в трудной ситуации вместе. Там, может быть, финансовая и так далее. Но социальные отношения внутри семьи изменили социальные отношения с внешней стороны. Я помню момент, когда я пришёл в большой крупный супермаркет и наконец-то понял, что всё-таки люди поняли. Потому что очередь... Было такое ощущение, что меря между ними полтора метра, и очередь выставилась до стенки противоположной, в кассу. И это было не выглядело, понимаете, как боязнь, что вот можешь заразиться. А было как-то вот такой момент насыщения, когда говорили-говорили, что соблюдаете. И поистки дошло, да? Наконец-то сработало. Сейчас мы видим другую ситуацию. Немножко дают, когда дышать, как бы лучше-лучше, и народ уже немножечко расслабляется. Но к чему я веду? Социальные отношения между людьми – это одно, но ещё и социальные отношения между людьми, которые кто-то работает, кто-то работодатель, социальные отношения между людьми и государством, социальные отношения между разными группами. Давайте вы нам теперь полностью расскажете, что же там изменилось, и чего нам бояться, чему радоваться. Ну, прежде всего, изменилось уровень нашего социального доверия. То, что называется в социологии – социальный капитал. Социальный капитал – это тот такой концепт, который объясняет, насколько мы готовы доверять другому вообще, другому человеку, другой социальной группе и государственным институтам вообще, в принципе, которые существуют. Вот, к сожалению, в России так сложилось исторически, что у нас социальный капитал является бондинговым, так называемым. Есть два вида социального капитала – бондинговый и бриджинговый. Вот бондинговый социальный капитал, он характеризуется тем, что мы доверяем узкому кругу своих знакомых людей – семье, друзьям и сослуживцам тем, кого мы знаем лично, кому мы доверяем через… Ближний круг. То, что называется ближний круг, да. Вот у нас, к сожалению, из-за этого и есть очень много проблем и в госуправлении, и в муниципальном управлении, и в управлении бизнесом, что мы не приглашаем, к сожалению, профессионалов, мы приглашаем знакомых. Да, мы боимся привлечь кого-то, потому что мы не знаем, что стоит за человеком, кто стоит, какая у него цель, мы не верим ему изначально. Мы верим, да. Это, к сожалению, традиция русского общества, и очень у неё хорошо, что в последние годы она начинает трансформироваться ближе к Бриджингову. Бриджинговый капитал – это доверие социальным институтам, незнакомым, и доверие незнакомым группам и незнакомым людям. Это как способ выхода, может быть, даже из критической ситуации, потому что, когда ты понимаешь, что никто из ближних тебе не помогает, а только в тягость в данном случае, ты готов пойти на сотрудничество со сторонней компанией. С незнакомыми людьми, которых ты не знаешь, которым ты не понимаешь. Которые вдруг делают. Да. Вдруг делают. И ещё один такой очень важный момент. Вот этот кризис пандемический показал, что наши люди всё-таки склонны к внутреннему локусу контроля, нежели к внешнему. Локус контроля – это та линия, за которую человек обвиняет либо себя в том, что что-то не получилось, и верит в себя, или внешний локус контроля – это та линия, за которой человек видит, что во всех моих проблемах виноват кто-то, неважно, не я, в большей степени, а в большей степени кто-то другой. Социальный институт, другие люди, социальная группа, начальники, соседи, кто угодно, только не я. И вот наша пандемия, и это уже социологические цифры могут об этом сказать, уверена, что подавляющее большинство людей в России уверенно идёт к внутреннему локусу контроля и обращается, прежде всего, к себе, как к главному источнику силы выхода из сложной ситуации и веры в себя. Вот это очень радует, и слава богу, что это происходит. С другой стороны, всё равно человеку свойственно искать где-то на стороне помощи, не только в семье. Безусловно. И вот тут ещё один момент социального отношения между человеком и, например, государством. Мы посмотрели в этот раз, что все, несколько было комиссий, чиновники работали где-то хорошо, где-то, может быть, хуже, но, по крайней мере, не закрывали глаза на проблему и выполняли, старались предлагать какие-то для людей подходы, чтобы сдержать рост количества инфицированных, заболевших. Тем не менее, у человека так свойственно не только сотрудничать с органами власти, но и их критиковать. Безусловно, конечно. Каков здесь будет выход? Потому что, я же ещё раз говорю, сначала казалось, что мало делают кому-то, потом начинает казаться, что они рано ли стали выходить из этого состояния. Вот что это за социализация? Как здесь наладить контакт? Ну, я могу вас немножко огорчить в том плане, что по отношению к власти у нас тоже существуют давние традиции, десятилетние традиции нашей истории, обусловленные нашей историей. Но, тем не менее, очень важно именно сейчас показать именно местным органам власти, мэрам городов, руководителям посёлков, городских объединений, городских агломераций и так далее, вот эту заботу о человеке, не прятаться за какими-то своими заборами, не прятаться от них за невозможностью личного контакта, лично поговорить. Не прятаться за постановлениями. За постановление не прятаться, тем более, что сейчас впервые в истории России доверие людей к местным властям выше, чем к федеральным. В силу того, что, конечно, у нас проявилась такая акция федерализма. Ну, дело в том, что федеральные власти изначально приняли такое решение, и это понятно. Они решили передать некие полномочия на местах, потому что везде была разная ситуация. Страна у нас большая, разная, везде разные уровни опасностей. Мы прекрасно понимаем, что когда ситуация выровняется, всё равно всё будет централизовано. Но вот тут мы плавно переходим от вот этого изменения к третьему. Потому что тут возникает сочетание мало того, что человек к себе должен покопаться, решить проблемы со своими родными, подпустить к себе каких-то неизвестных людей, если речь идёт о бизнесе, попытаться наладить отношения к чиновникам. А чиновники должны попытаться как-то по-другому теперь выстроить отношения. Здесь самое главное, не нужно бояться прямого общения с людьми. Вот вот, того же самого оффлайна в прямом смысле. Оффлайна в прямом смысле слова. Это очень важно. Вы обозначили ещё третий пункт, который будет завершающим в нашей сегодняшней программе, как-то такой смело звучащий для антикризисного социального менеджера. Изменения градостроительства. Это чего такое? Я надеюсь, что после опыта пандемии у нас изменятся подходы к планированию городов, к планированию его инфраструктуры. С одной стороны, наша самоизоляция показала, насколько важно развивать уровень доступности, шаговой доступности всех объектов социальной и бытовой сферы, чтобы им не приходилось свои потребности удовлетворять, выходя далеко от дома. Это даже любимые кофейни, даже небольшие магазины с небольшими площадями. Это бытовые услуги, это поликлиники и какие-то другие объекты, социальные сферы, торговые сферы. Чтобы мы не потоками, не приходили в большие пространства и там не перемешивались, так сказать, переводя друг другу эти вирусы незнакомые, опасность всеобщего заражения. Это показало, насколько человеку важно сейчас сотрудничество в многоквартирных домах. Вот вы посмотрите, когда появилась, когда начала, вернее, реализовываться мусорная реформа, нам всем поставили у домов раздельный сбор мусора. Да, разноцветный. И разноцветный, да. И насколько важно для людей было, что мой пример, когда я дома распределяю мусор по его видам и потом разношу и складываю это в разные ящики, насколько для меня было важно, чтобы так же поступали другие. И вот эта солидарность в подходе к новым каким-то практикам бытовым и концептам, она для человека важна. Теперь стало важно, насколько мы все соблюдаем изоляцию, соблюдаем правила, когда мы нажимаем кнопки лифта. Для меня важно, человек соблюдает правила, он либо в перчатках, либо он пользуется антисептиком. Насколько важно для нас то, что общая дверь в тамбуре, она также вытирается. Я, например, на своей площадке регулярно двери, ручки вытирала антисептиками. И так же поступали мои соседи по площадке. То есть вот это использование коллективной собственности, в первую очередь в быту, дома, домовой собственности, она теперь очень важна для нас. И нам важно, чтобы соседи и нас окружающие разделяли мои принципы и подходы к жизни. Мою экологичность, мою эмпатию к другому. Когда я не ору в лифте на человека, который стоит без маски, а, ну, как-то вежливо, возможно, ему... Даю понять, что мне это неприятно. Как-то не очень комфортно. Не хорошо, да. И это сейчас очень важно. Следующий аспект, и поэтому я надеюсь, что... Кстати, эта тенденция уже была проявлена, во всяком случае, замечена мной еще в 2018 году. Я как политтехнолог очень много, больше 20 лет работаю на предвыборных компаниях. И особенно в 2018 году в Москве это было явно видно, что люди хотят жить в той социальной среде, которая, кстати, у них сформирована в соцсетях. Они хотят комфорта, уюта, эмпатии и солидарности в своих принципах, отношениях к жизни. Жить в каком-то, ну, скажем таком, в одном своем собственном районе, да, при этом, конечно же, выезжая куда-нибудь за границу, но именно для путешествий. А не для шоппинга где-нибудь за пределами МКАД, там, условно говоря. Очень важно для формирования как раз того самого социального капитала, именно Бриджингово, когда мы доверяем незнакомым людям, очень важна в этом смысле работа над созданием общественных пространств. Тех самых парков, тех самых скверов, тех самых каких-то больших стадионов и каких-то учреждений, культуры, спорта. Где мы приходим, незнакомые люди все вместе, и начинаем использовать эти материальные блага вместе. Да, и получается, мое становится нашим, а наше становится моим, но не в советском. Общее становится моим. Но не в советском стиле, а в том стиле, что это на благо всем. И теперь самое главное, что я хочу в этом смысле отметить, что роль государственного и муниципального управления сейчас акцентирована как раз на создании вот того самого пресловутого общественного блага, ради которого, собственно, это управление существовало всегда. Ну что ж, вот такая у нас замечательная концовка, замечательный финал. Антикризисный социальный менеджер Алла Шеляпина была гость нашей программы в очередной раз. Спасибо вам большое. Я думаю, многие прислушаются к тому, что вы сегодня сказали, и вспомнят, что иногда надо уметь не только разговаривать с другими, но и разговаривать прежде всего с собой. Ну и наоборот, если вы слишком много с собой разговариваете и не уверены в себе, то, может быть, надо поговорить с кем-то другим и довериться, попробовать довериться ему для решения каких-то своих проблем. Ну что ж, на этом программа «Открытый диалог» завершена. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова